В Москве сегодня открылась сезон фонтанов. Водные каскады украсили разные районы столицы. В городе появились новые фонтаны, но есть и те, посещения которых для многих уже стало традицией. Репортаж Кристины Левеевой. Ровно в полдень почти 600 водных композиций начали работать по всей столице. Это верная примета наступления майских праздников. Один из самых больших фонтанов Москвы – каскадный комплекс Парки Победы. Он тянется от Поклонной горы и до самой Триумфальной арки. К летнему сезону начали готовить еще заранее. Проверяли, как он функционирует и очищали гранит от налета. Самый первый общественный фонтан в городе – тот, что напротив Большого театра. Соорудил еще в 1835-м итальянский скульптор Виталий. Тогда москвичи прозвали его «Заморским чудом». Ведь если посмотреть на Большой театр сквозь водные струи, кажется, что кони на крыше здания двигаются. Я люблю фонтаны, которые танцуют. Московские фонтаны нам, конечно, очень нравятся. Мы каждый раз на открытие приходим и стараемся успеть именно в момент открытия. Из традиций, наверное, то, что бросаешь монетку в фонтан, чтобы вернуться обязательно. Свои традиции есть практически у каждого фонтана. К примеру, на Манежной площади можно увидеть, как столичные молодожены проходят под струями. Считается, что вода отсекает зло от новой семьи. Этот водный комплекс самый глубокий. А по куполу, кстати, мало кто знает, что он вращается. Можно определить время в разных городах. На нем изображены все 24 часовых пояса планеты. Мне нравится фонтан недалеко возле моего дома. И любят дети играть. И я помню, что когда училась в школе, мы там все время назначали друг другу свидания. Это мой любимый фонтан. И не удивляйтесь, если увидите, как прохожие пьют из фонтана Александр и Натали, названного в честь Пушкина и его супруги, которые венчались в церкви неподалеку. Это единственный фонтан в столице, где течет чистая питьевая вода. Я у вас в гостях. Я приехала из Киева. И мне очень нравятся ваши фонтаны. И этот тоже. Ну а чтобы обеспечить ежедневное водное представление света музыкального фонтана, созданного еще к Олимпиаде 80, под землей в парке Горького функционирует маленькая гидроэлектростанция. Насосы и световое оборудование соединены с компьютером. Специальная программа позволяет менять цвет и высоту струй в такт любимой музыки. Программа «Король вальса» полчаса. Программа «Мелодия кино» пожалуйста. Программа «Вальс только у вас» и «Нежность» чудесная программа. Ночью с наступлением темноты 22 часа 30 минут у нас музыка щелкунчик. Цвета музыкальная программа. Хотя за игрой света и цвета сюда приходить лучше вечером. Тем более, что почти все московские фонтаны работают круглосуточно. Сезон продлится до 1 октября. Кристина Левиева, Илья Марин, Валерий Шичкин, Анна Ток и Ольга Коваленко. Первый канал.